Шахет-131 и Шахет-136 это барражирующие боеприпасы, производимые иранской компанией Хесах. Впервые их боевое применение было замечено в 2020 году в Йемене, но пик своей известности эти дроны получили во время полномасштабного вторжения России в Украину. В этом видео я расскажу о всех известных особенностях этих дронов, о их начинке, типе навигации, материалах планера, системе наведения и о том, как они обнаруживаются и чем сбиваются. В-131 Шахет является более старой моделью, он меньше своего более известного собрата, имеет всего 15-килограммовую боевую часть, оснащен менее развитыми законцовками на крыльях. В-136 больше, тяжелее, несет более мощную 50-килограммовую боеголовку, имеет двойные законцовки на крыльях и оборудован совсем другим двигателем. Оба аппарата построены по форме треугольного крыла, а планер создан на основе коммерческих композитных материалов. Судя по докладу, созданном на основе анализа обломков, аппараты имеют основу из углеродного корпуса и металлических планок, что были усилены в ответственных местах с сотовым полимером. Подобная конструкция является более дорогой, чем стеклопластиковые планеры, но в тот же момент она позволяет добиться меньшего веса при большей прочности. Оба аппарата имеют разные двигатели китайского производства, оборудованные деревянными винтами. Если быть точнее, то их поставляет компания Beijing Micropilot UAV Flight Control Systems. А в 136-м известно, что в нем используется двухтактный поршневой двигатель MD-550, работающий на авиабензине марки 100LL. За характерный громкий шум его уже спели наградить прозвищем «Мопед». Официальные ТТХ говорят о дальности работы этой модели в районе 2000 км, что на самом деле звучит и ну чересчур оптимистично. 131-я модель использует двигатель Wankel MDR-208, который обладает не только меньшими размерами и тепловой заметностью, но также менее выраженным шумом, что делает его подлет к цели более скрытным. Он вдвое легче гудящего собрата и имеет на треть меньшую мощность. Скорее всего, 136-й шахет был оснащен менее технологичным двигателем ввиду своей большей массы. В тот же момент использование MD-550 увеличило экономичность путевжалевшей модели, позволив запускать ее на большее расстояние. Боевая часть 131-го шахета представляет из себя углеродный цилиндр, залитый внутрь пластиковой взрывчаткой. В нее также встроена заранее сформированная осколочная гильза из набора готовых квадратных 7-миллилитровых стальных элементов. В конце боевой части находится небольшая медная воронка, созданная для формирования кумулятивного заряда. На самом деле, боевая часть старой модели вызывает большие вопросы. Ввиду того, что в носу БПЛА находятся аккумуляторы и свинцовые противовесы, эффективность кумулятивной струи будет довольно низкой. К тому же наведение дрона, о котором мы поговорим позже, делает его малопригодным для прицельных и точечных атак по военной технике. Неудивительно, что 136-я модель имеет другую боеголовку. Она увеличена по весу до 50 кг и, судя по имеющимся фотографиям, не имеет кумулятивной воронки. Это делает бетчи более эффективной во всех отношениях. Система наведения практически полностью одинакова в обеих моделях, что можно понять по идентичному набору основной электроники. Оба аппарата используют комбинированную систему наведения, что состоит из простого блока инерциального автопилота и модифицированной гражданской системой GPS. В шахидах используют одинаковые платы контроля GNSS-трансиверов. Благодаря четырем основным антеннам на крыле, БПЛА использует GPS для навигации и наведения, и судя по докладу от 131-й модели, благодаря черной модернизации данные дроны могут применяться даже на запретных территориях, таких как, например, аэропорты и военные аэродромы. В шахидах также используется дополнение в виде DG-NSS, что позволяет им использовать наземные станции навигации для коррекции пути, если БПЛА пролетает в районе с запретом на использование GPS. Дополнение в виде CG-NSS позволяет использовать расширенный список частот для обнаружения и отсекания источника спуфинга GPS. Это означает, что данные дроны могут быть защищены от подмены координат систем навигации. Под конец мы имеем блок измерения инерции IMU, что используется простым автопилотом для измерения скорости аппарата, его направления, высоты и так далее, чтобы иметь возможность продолжать полет даже под действием мощного подавления системами РЭП. Впрочем, использование такого простого автопилота означает, что под действием помех дрон будет терять большую часть своей точности. К сожалению, я не смог найти точный ответ, можно ли и корректировать эти дроны в полете благодаря продвинутым БПЛА. 23 сентября недалеко от Одессы был захвачен дрон типа Моджахер-6, и в этот же день также была проведена атака дронами типа Шахет-136. Возможно, Моджахер-6 лишь разведывал место для удара, а возможно, мог корректировать полет дронов по обновлению GPS-координат в реальном времени. Найденные на 131 модели платы показывают, что к БПЛА можно подключить радиоканал и даже ГСН, но пока ничего подобного замечено на них не было. Малозаметность дронов спорная, и в отличие от крылатых или баллистических ракет, которые легко засекаются как системами ДРЛО, так и спутниками, Данные дроны могут быть использованы с гражданского транспорта благодаря катапульте или легкому пороховому ускорителю. Это делает их запуск максимально незаметным, что может послужить причиной отсутствия заранее объявленной тревоги. С другой стороны, высокая шумность, особенно 136 модели, делает их уязвимыми при ударах по глубине фронта, позволяя передовым отрядам или гражданским по звуку определить появление в небе этих БПЛА и предупредить тылы об атаке. Композитный корпус, что используется в шахедах, является малозаметным в первую очередь благодаря форме планера. В нем используются гражданские углеродные композиты, которые хорошо отражают сигнал РЛС даже на фоне металлических планеров. Никаких систем стелс в виде рам-наполнителей, безэковых сотовых камер, волокнистых покрытий или ферритовых красок замечено не было. С другой стороны, планер типа треугольное крыло и малая скорость позволяют снизить их заметность до той степени, что теоретическая дальность обнужения комплексом С-300ПС является примерно 60 км. Опасностью может также стать тот факт, что настроенные на низкую скорость, эти дроны могут мимикрировать под ПИЦ благодаря слабому эффекту Доплера. Это может вызвать игнорирование их сигнала автоматикой некоторых систем ПВО. При попытке же дрона прижаться к земле, он становится очень уязвим к стрелковому оружию и всякого рода зенитным автоматом. Сбили шахет 136-й, ударный беспилотник, вот его двигатель. Только-только засыпали песком, еще дымится все. Единственной бедой является относительно низкая экозаметность шахетов. Поршневые двигатели, особенно при пролете на большой высоте, оказываются довольно холодными для переносных зенитных систем, что скорее всего создаст проблему для таких ПЗРК, как стингеры или игла. С другой стороны, это не относится к системам с лазерным наведением, таким как, например, Старстрик. Итоги таковы. Шахет 131 и 136 – это простые и дешевые средства, эффективные в первую очередь против стационарных целей. Они не имеют ГСН, а поэтому способны атаковать своих жертв лишь по GPS-координатам. Их легко услышать или сбить при полете у земли, в то же время как отсутствие стелс-технологий делает их уязвимыми для ПВО при попытке подняться на большую высоту. С другой стороны, они очень простые и дешевые, а поэтому борьба с ними от обороны приведет к большой трате средств, которые могли бы пойти на сбитие намного более опасных целей, например, крылатых ракет. Достоверной информации о эффективном использовании их противовоенной техники на фронте я не нашел. Единственные данные об этом дал в интервью Wall Street Journal полковник Родион Кулагин. Там же дается информация о том, что эти дроны могут быть нацелены на излучение РЛС ПВО, но на данный момент изученные обломки отрицают наличие у шахетов такой возможности. На Википедии также указано о наявности у них оптических станций, что справедливо только для разведывательной модификации шахет-131, ранее обнаруженный в районе Ирака. Вместо боевой части эта модель имеет оптическую камеру и парашют. Что интересно, отсек под последний у моделей типа Камикадзе пуст. На этом все, это был канал Арбагаст и всем удачи!